Уважаемые коллеги, выборы президента это рубежные события. Сама обстановка и требования обновления жизни и справедливости в ней обязывают нас обстоятельно обсудить результаты этих выборов. Мы ввели параллельный подсчет, и я должен откровенно сказать, что фактически во всех субъектах Российской Федерации Путин получил большинство, и с этим мы согласны. Что касается качества выборов, они могли быть на порядок лучшие и содержательные. По сути дела, отсутствие полноценных дебатов украло у страны возможность обсудить обстоятельно наше общее будущее. Путин – это человек с сильным характером, опытный управленец и умелый тактик. Сегодня главная задача для всех нас – все сделать, чтобы заняться страной и повышением благосостояния наших граждан. Но с точки зрения стратегической, пока мы все проиграем, в силу того, что проблемы, которые есть, остаются, кризис продолжает углубляться, санкции с каждым днем носят более угрожающий характер, раскол приобрел такие размеры, которые недопустимы в нормальной стране. Вызовы остались, и мы обязаны на них ответить. Если посмотреть послание президента, то в первой части даны обещания, которые требуют дополнительно примерно 10 триллионов рублей уже завтра. Если вы посмотрите на тот бюджет, который мы утвердили, в этом бюджете сокращение на экономику в ближайшее время будет 17% на социалку, столько на жилищно-коммунальное хозяйство на треть, а каждый день взрываются то трубы, то квартиры. В свое время здесь выступая президент, святейший Кирилл и Нобелевский лауреат Алферов, предложили совместную формулу. Мне понравилось, что Путин ее активно поддержал на Госсовете, объединить все лучшее из Святой Руси, Великой Державности и Советской Справедливости. Но хочу обратить ваше внимание, что только Грудинин Павел Николаевич не только предложил, но и доказал здесь рядом с Москвой, что он сумел соединить высокопроизводительный труд, элементарную справедливость, где каждый имеет хорошую работу, высокую зарплату, прекрасную квартиру, бесплатное образование и медицинское обслуживание. И все это помножил на новейшие технологии, которым можно было бы гордиться. Мы предлагали целую серию фильмов на сей счет, его ни одного не показали. Все это были фильмы о нем. Я надеюсь, что после выборов все-таки вы увидите тот фильм, который открывает глаза на будущее и который позволит нам быстро реализовать программу «20 шагов достойной жизни». Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели не на ту цифрь, которая без конца мелькает в ЦИКе, а посмотрели на существо голосования, которое можно начинать с Дальнего Востока. Прежде всего, посмотреть на голосования тех, кто работает в науке и вузах. Обратите внимание, Морской университет Дальний Восток, Грудинин 37%, Якутская сельхозакадемия 36%, Новосибирский университет лучшей стране 27%, Легендарный физтех 25%. Но если будете сопоставлять республики, тут картина поразительная. Кабардино-Балкария отстегнули 4% и все ссыпали в один ящик. А если вы посмотрите на Якутию, огромную республику, работающую в чрезвычайных, сложных условиях, многопрофильную, там картина будет более объективная. В целом по Якутии 27%, город Якутск более 30%, даже столица Алмазной Мирной дала 20 с лишним процентов. Я бы хотел обратить ваше внимание, как отреагировала на эту программу земля. На Алтае самое крупное поле в стране 7 миллионов гектаров пашни. Там результаты вообще поразительные. 24, 25, 30, 35%. Треть граждан требует обновления и принятия этой уникальной программы. Меня больше всего поразили результаты голосования в Московской области. Похоже, она решила показать пример криминала на этих выборах. Если вы глянете, почти 130 участков, где 100% явка или ближе к 100%. Это физически невозможно ни под каким соусом. Но самое удивительное, в некоторых районах количество избирателей за день выросло на 20%. В Ленинском районе, где живет и работает Грудинин, она выросла на 12%. Но в его хозяйстве, для того, чтобы сломать результаты голосования, под руководством Воробьева притащили тысячу человек на двух участках. И все равно ничего не вышло. Как ни ругали, как ни костерили. И тем не менее, проголосовали граждане по своей совести. Грудинин набрал на одном 55%, на втором 66%. А в целом, огромном, ленинском, привилегированном районе набрал 31%, при условии, что в этом районе добавилось избирателей почти 15%. Мы прекрасно понимаем, что эта арифметика требует от нас определенного мужества. Заявляю вам официально, что мы в прошлый раз к вам обращались. Итоги голосования в прошлый раз в Кемерово и Мордовии вызвали у всех удивление. Мы требовали создания комиссии расследования этих материалов. Ничего похожего не произошло. Теперь к этим двум регионам добавилась и Кабардино-Балкария, и целый ряд регионов в Московской области. Официально вам заявляют штаба, мы не признаем выборы, в данном случае по Кемерово, Мордовии, Кабардино-Балкарии, а по ряду регионов в Московской области проведем комплексные исследования и расследования. Мы считаем, что те, кто совершает эти преступления, они унижают и выборы, и граждан. Президенту Путину никакой необходимости не было в такой поддержке на местах. Это не поддержка, а компрометация. Поэтому считаем, надо создать вместе комиссии и расследовать все эти факты. Что касается политической системы, хочу обратить прежде всего внимание партии власти. Политическая система 25 лет рождалась под звуки расстрелов парламента, дефолта, кризиса которой 10 лет продолжается. Она во многом сформировалась в этом зале. У нас есть 4 партии, которые имеют свою идеологию, опыт. Можно не соглашаться, но мы научились здесь работать довольно эффективно, несмотря на кризисы, санкции, военные вызовы и остальное. Но появились горячие головы похожие в администрации президента, которые решили переформатировать. Одних прижать, вторых отстранить, третьих запретить. А вместо них таких клоунов выступить, как недавно здесь выражал идеи лжекоммунист, он же и банкир, он же еще довольно любопытная персона, за которым нет ничего, кроме криков о сталинских ударах. А за сталинскими ударами стоят гении Жуков, Вачалевский, Конев, Рокоссовский. И вся эта пародия выглядела просто унизительно и для ветеранов, и для всей нашей державы. Мы должны оберегать нашу политическую систему. Если такие персонажи ее будут представлять на выборах, то это уродство отвратит не только избирателей. Оно подрывает согласие и возможность мирно выйти из страны из кризиса. Мы предложили программу, мы за нее будем бороться. Мы под нее подготовили 11 законов, которые внесем здесь в Государственную Думу. Грудинин проехал всю страну, ее залы были переполнены. Он получил еще тысячи наказов, которые мы сформируем и, в принципе, представим вас. Я хотел, чтобы вы внимательно отнеслись к голосу и Дальнего Востока, и Якутии, и Алтая, и Центральной России. Мы не можем вылезти из кризиса без трех вещей. Первое – это консолидация общества на фоне того, что нам брошен вызов, связанный и с военной опасностью, и национальной безопасностью. Мы не можем вылезти из кризиса, если не сконцентрируем ресурсы. Мы не вылезем никогда из кризиса, если не услышим голос нищих, а их почти каждый второй живет меньше, чем на 15 тысяч рублей в месяц. Для этого мы здесь собрались, чтобы, подводя итоги, определить судьбу страны на будущее. Я настаиваю на том, чтобы была официальная встреча президента с руководителями фракции, которые обсудят итоги и рассмотрят те конкретные предложения, которые сформулированы. Мы считаем, что поправки должны быть внесены прежде всего. Мы не доверяем Каибов, которые там были. В Тиргизии Каибы можно сразу пересчитать. В Америке возникли сомнения, и тут же вся Америка пересчитала. Мы пытались пересчитать в ряде мест. Здесь, в Москве, в Марьиной Роще, Егоровой сбили до полусмерти. Завтра вторая операция и так далее. Нигде никто не позволил подступиться к этим Каибам. Добавьте одну минуту, я завершаю. У нас это единственная страна в мире, у которой депутат не имеет права быть доверенным лицом. Депутат от партии, выдвинувший, не может выступить с трибуны и поддержать своего кандидата. Это положение должно быть немедленно отменено. Что касается фильтра убогие, это просто от нищеты и от безысходности. Кандидата президента Моша выдают, а губернатора надо бегать и собирать фильтры. За этим стоит коррупция и подлость, которая должна быть немедленно отменена. Что касается агитации и пропаганды. Мы выпустили 10 миллионов газету с программой и портретом. Ее арестовали впервые после расстрела парламента 1993 года, впервые арестовали газету «Правда», отбивали целый месяц. Я считаю, что надо принять меры и ввести полноценные дебаты. Тогда будет возможность получать и достойные результаты, и мирно, демократично выходить из кризиса. Мы за конструктив и все сделаем, что эта политика была проведена в нашей любимой родине. Редактор субтитров А.Семкин